Там должен быть робот. В детском саду должен быть робот. Без эмоций, только-только. Я боюсь, что его разберут, пересоберут и... И перепрограммируют. Перепрограммируют, да. Как вы думаете, Гуара, вот несмотря на развитие нейросети в странах Запада, ну в Америке, да, то же самое, спасибо Трампу, вот там, к примеру, в аэропортах есть, я не знаю, там так называемые лишние люди. То есть, просто человек, который помогает тебе выйти из территории аэропорта. И он стоит аккуратно... Вообще-то это не лишний человек. Под надписью. Он стоит аккуратно под надписью, там, бас-стейшн, там, или метро. А нет, казалось бы, прошел, прочитал, повернул куда-нибудь. Нет, стоит человек и с улыбкой на лице показывает тебе, вот вам в эту сторону. Это, как вы думаете, это социализация людей. И этот же вопрос, я думаю, может плавно перетечь к тому, где и когда искусственный интеллект нас заменит, а там так же... Ну, на мой взгляд, присутствие людей, там, в определенных местах необходимо только потому, что, ну, не всем нам легко ориентироваться в аэропорту. Это своего рода стресс. Мы не всегда готовы довериться, там, машине, мы не всегда готовы довериться роботу или стрелке. Да, и как часто ее вообще замечают, эту стрелку? Поток, да, и если мы видим человека, который еще в международном аэропорту говорит на твоем языке, это всегда более личный контакт, это всегда будет работать эффективнее. Поэтому эти люди еще там стоят. Хотя я думаю, что со временем не столько искусственный интеллект, сколько просто методы навигации, грамотной навигации позволят этим людям найти какое-то более прикольное место работы. Кстати, о теме лишних профессий, которые якобы может заменить искусственный интеллект. Две точки зрения. Позвольте, я выскажу их. Первое. Нам говорят, исчезнет неквалифицированный труд. Уборщики... Водители. Водители, я хотел сказать. Это точка зрения, которая говорит нам, что искусственный интеллект с успехом заменит на рынке труда инженеров-дизайнеров, конструкторов. Да, и опять-таки к месту тот самый пример про фото абсолютно реальных людей, которые искусственный интеллект сконструировал фотографии и научившись комбинировать уникальные черты лица граждан. Те же самые дизайнеры. Могут, так сказать, почить в лету. Вот ваш вопрос. Я вообще хочу немножко обернуться назад, и чтобы мы все сейчас поняли, что сегодня существует большое количество специальностей, которых было еще, может быть, 15-20 лет назад. Мерчендейзи. СММщик сегодня. Каждый из нас СММщик. СММщик. Наука вообще не хитрая, и много ей могут обучиться. Поэтому, когда мы смотрим вперед, мы должны понимать, что в будущем будут... Администрация школы, администрация города, литерская область. И в надежде вы, я думаю, оправдаетесь. Ученые, просто хорошими людьми. В нашей жизни вы переходите на прошлой жизни. Спасибо, спасибо. Это круто. А есть навыки, которые будут более востребованы в будущем. Они называются soft skills. А именно, когда ты просто кодишь, но не умеешь общаться в команде, понять клиента или понять своего напарника.